Одни ему сочувствуют, другие обвиняют во всех смертных грехах. К нему можно относиться по-разному, но вот его мемуары заслуживают внимания. Михаил Ходорковский, бывший миллиардер, а ныне самый известный узник страны. С авторствой журналисткой Натальей Геворкян он выпустил новую книгу. Она называется «Тюрьма и воля». Первое судебное заседание в Басманном суде было для меня шоком. Тебя попросту не слышат. Твои вопросы никому не интересны, как и пустая бумажка закона. Думаете, не накатывает? Накатывает. Просто с какого-то момента начинаешь понимать, попал в пленку на планетянам. Они не враги, не фашисты, просто чужие, с похожей внешностью. Впервые за много лет Ходорковский рассказывает, как начинался его бизнес, как он сам превратился в голову одной из самых успешных мельсинных компаний, и как потом все рухнуло. Он объясняет, почему не сбежал за границу и что думает о будущем России. В «Тюрьме и воле» нет обличительных материалов, злобы или обиды на власть. Зато есть трезвый, рассудительный взгляд человека на то, что произошло с ним, и на допущенные ошибки. Большая часть книги – это история страны и история ЮКОСа. Ходорковский повествует о взаимоотношениях с коллегами и конкурентами. Наталья Геворкян дополняет его рассказ своей точкой зрения на все происходящие события. Необычен стиль изложения. Соавторы пишут главы по очереди. В книге их 15. Книгу приятно держать в руках. Красочная обложка, хорошая бумага, есть фотографии. Издание достойно того, чтобы быть в библиотеке каждого взрывомыслящего человека. Ну а купить новинку можно в магазине «Моя книга». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok